Знакомьтесь, это мой папа. О, кстати, и это тоже мой папа. Вы спросите, как же так получилось? И чтобы больше глаза мои тебя не видели. Папочка, не уходи и не звони мне больше. Ой, о чем это я? Мартин возник как гром среди ясного неба. Не успела я оглянуться, как они с мамой стали парой. Вот так сюрприз. Похоже, у Мелиссы появился отчим. Когда у тебя два папы, шоппинг вдвойне веселее. Мне идет этот цвет. А как насчет красного платья? Решено, я возьму это и это. Отличный выбор, мисс. Как будете оплачивать? Кредитной картой, пожалуйста. Я сам оплачу покупки дочери наличными. Ну уж нет, я первый достал карту. Наличные. И точка. И тут такое началось. Настоящий денежный баттл. Гляди сюда, парень. Я тут с тобой не в игрушки играю. О, что за жуткий запах. Ну и ну. Я сам заплачу за свою дочь. А ты купи себе мороженое. Милая, сейчас мы все решим. Одну минутку. Но я же был первым. Ах так. С Мартином. Шутки плохи. Ты сам напросился. Дамы и господа. Сегодня по прогнозу дождь из денег. Подумаешь, я тоже так могу. Эта штуковина заела. Ха-ха. Я победил. Какой кринж. Но если посмотреть с другой стороны, не все так уж и плохо. Папы не перестают соперничать ни на минуту. Эй, ты жульничаешь. Шах и мат. Мелисса. И куда это ты так вырядилась? На свидание в таком виде? Ну уж нет. Даже не думай, юная леди. А что вам не нравится? По-моему, очень гламурно. Нет, нет и нет. Живо переоденься. А как вам такой милый образ? И Мартин ставит лайк. Чего не скажешь о Райане. Спасибо, папа. О, что не так? Эта юбка коротковата для приличной леди. Тогда взгляните на этот романтичный образ. Похоже, что папы поменялись местами. Это слишком скучно, говорю тебе. Вам не угодишь. Если и это не подойдет, то я не знаю, что делать. Наконец-то. Компромисс найден. Принято. Единогласно. Вы правда так считаете? Ура! Какая же ты красавица, дочка. Теперь можешь идти на свидание. Внимание, класс. Сегодня знаменательный праздник. День отца. И мы начнем с Мелиссы. Я хотела бы познакомить вас со своим папой, мистером Райаном. А вот и он. Расскажите о себе, мистер Райан. Нам очень интересно. На этом фото я на фоне вулкана. Ну надо же, очень впечатляет. Как видите, я объездил весь мир. И эти фото подтверждение моих слов. Вот скукотища. Я сейчас усну. Кажется, нужно с этим заканчивать. Папочка, спасибо тебе за рассказ. Но это еще не все. У меня вообще-то есть еще один папа. Что ж, давайте и с ним познакомимся. Появление Мартина всегда эффектно. Я пришел, чтобы раскачать этот класс. Это что, шутка? С вами на связи МС и Мартина. Давайте тусить, пока нет карантина. Мое дело простое. Отстаньте под Лизы. Я читаю этот рэп. И я папа Мелиссы. Вау, а он хорош. Йоу. Похоже, что даже мистер Алекс проникся духом рэпа. Всем спасибо. Вы отличная публика. Ну что, как вам мои папули? Настало время показать отчиму семейный фотоальбом. Здесь так много детских фото Мелиссы. А это фото с кроликом сделали в зоопарке. Правда, оно милое. На этом фото выписка из роддома. Папа так боялся держать меня на руках. Хм, кажется, тут кого-то не хватает. Ну вот, теперь совсем другое дело. Кстати, ставь лайк, подписывайся и жми на колокольчик. И пиши комментарии. Много комментариев. День рождения. Самый желанный праздник в году. Ну же, Мелисса. Загадывай желание. Время вручать подарки. Та-дам. Открывай скорее. Мое желание еще никогда так быстро не исполнялось. Но здесь же ничего нет. Похоже, что пранк удался. Попалась. Конечно же, это шутка. Вот твой новый айфон, дочка. Вау. Это правда мне? Спасибо, папочка. Да разве это подарок? Сейчас я покажу вам настоящий класс. Этот телефон намного круче современных гаджетов. С днем рождения, детка. Оу, спасибо, папа. Я вижу, что вы слегка обескуражены. Но я докажу, что мой подарок суперполезный. Смотрите, как ловко можно забить гвоздь. Ну разве не чудо? А зачем забивать гвоздь телефоном? Если вдруг ты окажешься в джунглях, с его помощью можно разжечь костер. Ну, что я говорил? Папа, ты горишь. Фух, пронесло. Кроме этого, это еще и отличный бумеранг. Погодите немного, он сейчас вернется. Да уж, какая неловкая пауза. Да вот же он, глядите. Вуаля, чудо, а не вещь. Я так рада, что вы у меня есть. Мой подарок все равно круче. Мелисса мечтает стать звездой ТикТока. Но оказывается, это не так просто. Как кажется. Может быть, отчим сможет помочь. Мартин, я слышал, тут кому-то нужна моя помощь. Ты как раз по адресу. Свет, камера, мотор. Начали. Ну вот, что я говорила. Никакой реакции. Хорошо, Мелисса. Я поделюсь с тобой своими фишками. И ты увидишь, как нужно снимать видео. Итак, смотри и учись. Я вся во внимании. Готова. Начали. Да уж, Мартин мастер трендов и хайпа. Вау, просмотры летят с бешеной скоростью. Это просто потрясающе. Ура, мы отправляемся в парк развлечений. Мы поедем на твоей машине. Вот круто. Какая классная тачка. Прокатимся с ветерком. Не забудь пристегнуться. Ну что, поехали? О-оу, что-то пошло не так. Ну вот, похоже, аттракционы отменяются. Нужно звонить папе. Уж он-то знает, как чинить машины. Мелисса, папа спешит на помощь. Нет такой проблемы, которую бы Райан не смог решить. Эй, парень, не мешайся под ногами. Это мое последнее предупреждение. Готово. Теперь как новенькое. Мартин, ключи. Ну же, не стесняйся. Ладно, так уж и быть. Папочка, ты мой герой. И прежде чем водить машину, научись управляться с этим. Очень остроумно. Ежедневные занятия спортом полезны для здоровья. Но для начала поработаем над снаряжением. Шагомер готов. На пульснике в деле. Бутылка воды всегда с собой. И куда же без любимой музыки в ушах. Мартин, тренировки готов. Ну что, приступим? Давай-ка разогреем мышцы. На старт. Внимание. Селфи. Готово. Ох, и не просто быть спортсменом. Эй, это вся тренировка. А Райан любит тренировки в стиле ретро. Ну же, работай ты, бестолковый ящик. Гимнастика восьмидесятых. То, что нужно. И раз. И два. И три. И четыре. А теперь повторяем за мной. Ю-ху-ху-ху. Ох уж эти современные тренажеры. Фитбол явно не лучший выбор. А что касается бадминтона. Упс, вы сами все видели. Пожалуй, на сегодня хватит. Я, как всегда, в отличной форме. Знакомство парня с отцом. Ответственное событие. Папа, знакомься, это Джастин. Присаживайтесь, дети. Я не кусаюсь. А это мой папа. Райан, приятно познакомиться. Мелисса, сделаешь чай? Ну, держись, парень. Прежде чем ты будешь встречаться с моей дочкой. Пройдем небольшой тест. Что нужно сделать, если Мелисса грустит? Секунду, сэр. Я подарю ей букет цветов. Неплохо. А если она кокетничает? Вкусняшки? Дай-ка попробую. Очень хорошо. Итак, Мелисса плачет. Ах, это сейчас, сейчас. Может, рыба? Это никуда не годится. Ауч. А как насчет плюшевого львенка? Другое дело. А ты быстро учишься. Так держать, парень. Чай готов? А что это с Джастином? Все в порядке, детка. Мы просто мило поговорили. Никогда не видела его таким перепуганным. Здорово, когда отчим твой лучший друг. Эй, а это кто еще такой? А ну вы, двое. Гоните ваши деньги. Ой-ой, похоже, с этим парнем лучше не шутить. Кому сказал? Вы что, оглохли? Отойди-ка в сторону, дочка. Нам нужно поговорить по-мужски. И подержи мои очки. Ну все, парень, ты сам напросился. Да ты дерешься, как девчонка. Получай. О нет, что же делать? Помню, как папа учил меня самообороне. И раз, и два, и удар. Умница, дочка. Ты готова. Что ж, пора применить знания на практике. Получай. И я. Да разве это удар? Ой, как больно. Вот так-то. Мартин, ты в порядке? Да уж. Этим двоим здорово досталось. Просыпайся. Мы победили. Знакомство отчима с бойфрендом может обернуться неожиданностью. У тебя такая же толстовка, как и у меня. Братишка. Отличный выбор, парень. Дай пять. Как же мило, что они подружились. А теперь расскажи мне, как вы познакомились. Ух ты, да это же африканский барабан. А ну-ка, попробуй. Да уж. Эти двое явно на одной волне. И похоже, кто-то совсем забыл про Мелиссу. О-оу. Джастин не учил один важный момент. Не стоит обыгрывать отчима своей девушке. Плейстейшн. Да я шучу. Ты бы видел свое лицо. А я вижу, вы быстро нашли общий язык. Эй. А как же я? А ну-ка, подвиньтесь. Ну надо же. И это не сработало. Ох уж эти мужчины. У Мелиссы по плану семейный ужин с папами. А вот и моя принцесса. Рад видеть тебя, Мартин. Что ж, приступим к ужину. О-оу. Сообщение от Джастина. Что? Он бросил меня? Детка, что с тобой? Я так и знал, что этот парень сделает ей больно. И если папы объединили силы, то возмездие близко. Привет, дружище. Нам надо поговорить. А лучше сам объяснишь все, Мелисси. Помогите. На помощь. А вот и мы, солнышко. И у нас для тебя сюрприз. Вы вернули моего Джастина? Да чего ты там бормочешь? Ауц. Я люблю тебя. Ну вот, мы с тобой отличные отцы. И чтобы зарыть топор войны, дарю тебе этот айфон. А им удобно забивать гвозди. Не знаю, но селфи получаются, что надо. А знаешь, у меня тоже есть для тебя подарок. Прокачаешь бицепсы и сможешь давать сдачи хулиганам. Похоже, что в этой семье наступил долгожданный мир. Понравилась эта история? А какой папа тебе понравился больше? Деловой и надежный Райан? Или современный и веселый Мартин? Напиши нам об этом в комментарии. И не забудь поставить лайк. Подписаться на наш канал. И нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые веселые видео на канале Трум Трум Вау. Продолжение следует... Продолжение следует...